здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале перед вами стриптокарпусы красавцы и не очень красавцы в сегодняшнем видео будем производить спасение стриптокарпуса так давайте еще раз придемся по основным ошибкам которые могут допустить тому что стриптокарпус потеряет корневую систему первое это мы залили слишком обильный полив привел к загниванию корней второе мы с вами использовали некачественную землю пересадили и растения из-за того что почва некачественно начала пропадать третье это мы пересушили и очень много сразу дали воды и соответственно корневая не выдержала не справилась и мы начали пропадать четвертое это посадка стриптокарпуса посадка стриптокарпуса сразу в большой горшок этого нельзя делать стриптокарпусы этого не любят категорически еще один момент это использование некачественной воды тоже играет роль вода должна быть качественно отстоянная проверенная чтобы было все в порядке с самой водой посадки а теперь давайте спасать достаем стриптокарпус из горшка полностью вот я видно да я пересадила и он просто корни даже не доползли никуда вот он остановился в росте все ну поспешила так хотелось мне чтобы он быстро вырос не получилось ну значит из будем исправляться отбираем весь ком вот он даже не пошел расти дальше вот он остановился и убираем все вот эти подгнившие листы видно да корневая такая немножко она сама уходит сама убирается все это аккуратненько снимаем так смотрим корневую убираем 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 все остановились теперь смотрим вот корешки целенькие то немножко и здесь тоже я всегда вот эти вот хвосты подрывая немного нарастет туда главное в этом случае убрать вот эту гниль которая здесь присутствует по каким-либо причинам мы меняем торф и немножко убираем корневую это когда мы ошиблись и посадили стриптокарпус сразу большую тару корней вообще очень мало все сейчас посмотрим что у нас здесь дальше так теперь смотрим я не использую никаких инструментов ни ножей ничего я все делаю руками немножко подковыряла все здесь видно что есть живая ткань подковыряли убрали вот зачистили получается живая ткань здесь видно да вот корешок мы это все убрали это гнилое дальше у нас здесь здесь идут корешки все оставляем его покой вот этот хвост тоже убираю зачем теперь дальше что делать с листьями листья но они повреждены но все равно я попробую укоренить неизвестно что у нас будет дальше так в любом случае при пересадке нужно помнить что теряя корни нужно убирать листья уменьшать количество листья потому что корневая да она обеспечивала все все растение сейчас корней стало меньше не нужно уменьшить то есть это вот так как я и принципе так я и снимаю стриптокарпус и ставлю укореняться сейчас мы с вами посмотрим вот где то вот раз два три четыре вот такие вот фрагменты видно да по полосочкам узла вот стекаются один узелок сейчас вам покажу один узелок второй узелок третий узелок четвертый узелок и где-то в этом месте я вот ногтями немножко придерживаю легко ломается не надо его отрезать все отломали также на глазок и здесь где-то так и все это этот листочек я с честно говоря нет сразу говорю я не специалист по стриптокарпусом просто делаю это все интуитивно как мне вот так получалось раньше так и делаю здесь но и теперь то же самое здесь просто вот рукой прижимаю ногтем и отламываю тон отломался так ну а здесь можно больше снять вот прям у самого основания срез получается то что я сломала что я сломала то что я сломала получается ровная без каких-либо заусенцев его не надо ничего с ним делать не почищать не будете смотреть уже я ничем не отрезаю всегда сломываю хорошо укореняются так теперь у нас получились вот такие вот вот такой вот отросток стрептокарпуса так здесь мы полностью просмотрели чтобы у нас все было красиво никакого загнивания чтобы не было все проверили зачистили где нужно и положили отдыхать теперь получились у нас такие вот кусочки стрептокарпуса которые мы впоследствии посадим чтобы у нас сохранился сорт я ничего не выбрасываю всегда стараюсь сохранить сорт даже если немножечко маленький фрагментик остается всегда стараюсь посадить чтобы сорт у меня остался конечно вот этот поврежденный лист может быть и не укорениться но я не могу сказать время покажет дадим ему шанс пусть растет так теперь вот эти все средства то что у нас есть пускай зарубцуете немножко подсохнуть чтобы здесь не было влажного откладываем с палочками в сторону торф полностью меняем полностью убираем этот торф не годится у нас за так в случае загнивания с корневой полностью меняем тару если нету тары новой мы обязательно должны эту тару помыть так желательно просто с хлоркой замочить и этого будет достаточно чтобы убить вот эту бактериальную составляющую той проблемы которая у нас была потом можно делать отверстие стаканах можно не делать это как вы уже с поливом наладили и так далее я на дно не не кладу не стри наш не пенопласт почему не буду дам ссылку под роликом посмотрите кому будет интересно ну а теперь насыпаем торф составляющие торфу морд для стриптокарпусов и для фиалок у меня одинаковый я использую лафлорю плюс 30 процентов разогрехлителя в данном случае это у меня перлит так перлит кладем обязательно по желанию можно вермикулит можно конечно использовать мох с фагном но у меня нет возможности его заготовить а покупать я один раз накололась мне продали некачественные прелы поэтому я решила больше не тратить свои деньги на это все они хорошо прекрасно растут и в таком торфе который я вам сказала с добавлением разрыхлителя вот перлита очень легкий воздушный торф я его немножко увлажнила можно не увлажнять это как у вас уже по времени и по желанию так теперь садим сажаем значит просто положили и присыпали очень важно это точка роста потому что точку роста если мы с вами сейчас покажу вам ближе вот . посадки стриптокарпус нужно сажать вот по этот уровень ни в коем случае не выше потому что иначе он у вас может погибнуть то есть нужно сажать вот так вот вот по уровень те показываю ногтями да вот здесь не ниже и не выше выше можно ниже нельзя нужно вот понимать потому что иначе можно загубить само растение потому что . роста если заглубляется он загнивает и пропадает так теперь сажаем насыпали торф посадили все достаточно просто никаких здесь хитрости нету присыпали все немножко поджали немножко слегка поджали теперь важный момент очень важный это подписали сорт в удобным для вас методом и поставили я люблю палочками кому интересно дам ссылку под видео расскажу где я рассказываю почему я палочками это все подписываю все теперь можно полить чуть-чуть по краю если у вас сухая земля немножко можно не поливать теперь вот эту всю красоту нужно поставить в пакетик в тепличку для этих целей я использую простые бутербродные пакеты вот можно вот так маленькие можно большие и подворачиваем можно завязать и пускай он себе стоит в теплом светлом месте без попадания прямых солнечных лучей почему нужна влажность потому что растение нужно окрепнуть нарастить корни которые он потерял и соответственно уже укрепиться закрепиться земле чтобы вот как примеру вот не есть такой спасеныш один тоже я немножко ну не так посадила как надо пошли корешки видно да вот здесь вот это тоже спасеныш таким вот образом я спасла молодую деточку которая немножко я ну чуть-чуть пересушила и сразу много воды дала так деточку мы с вами вот посадили поставили в тепличку пусть укореняется теперь то же самое делаем и с листочками мы дали им подсохнуть нас уже здесь не мокрая сейчас здесь не мокрая уже подсохла уже подсох среди мы сломали так и теперь мы сажаем точно также обязательно когда у нас идет загнивание корневой мы с вами должны обязательно уменьшать количество тары то есть у меня изначально был посажен стаканчик в большой так сейчас изначально детка была посажена вот большой стакан я уменьшила размер стакана до такого так теперь мы с вами сажаем листочки стрептокарпуса это я показывала как я много когда мне нужно посадить снимать как я сажаю все очень просто насыпаем самое важное вот в этом месте в этом месте это во первых сажаем да как надо чтобы росло и не сильно глубоко буквально максимум пол сантиметра вот все можно прижимать можно не прижимать подписываем сорт и опять же ставим в тепличку кто-то детки которые мы с вами переукореняли есть посадили листочки подписываем сорт и ставим в тепличку я не использую зип-пакеты потому что для них мне всегда казалось и кажется и будет наверно казаться что там очень большая влажность поэтому я не использую зип-пакеты потому что стрептокарпусы как не любят и очень влажно так и не любят очень сухо поэтому им нужна умеренная температура ставим в пакетик если у вас сухая почва вы поливаете листики и оставляете дальше укореняться через день-два проверяете состояние почвы если немножко подсохла значит нужно немножко подлить только чуть-чуть ни в коем случае нельзя много если этот сорт для вас является очень дорогим и вы хотите его сохранить тоже нужно обязательно пролить привикуром почему не фитоспорином почему не триходермином потому что привикур да я знаю что очень дорого стоит но он действует просто практически всегда и стопроцентно то же самое делаем с растением которые мы залили только нужно действовать быстро сразу как только увидели что стрептокарпус лег мокрая земля быстренько быстренько сразу же вытаскиваем потому что может пропасть растение за один два три часа особенно когда жарко если холодно тоже процесс идет достаточно быстро и нужно спасать значит так мы вытащили полностью оборвали все все лишние корни длинные ненужные все убрали так теперь смотрим значит так нужно спасать сорт и помимо всего чтобы вы понимали знали опять же если мы уменьшаем корневую значит или она сама физически уменьшилась того что нет то у нас она испортилась нужно уменьшать листья вот эти листья которые вот такие вот мы обрываем опять же обрываем убираем выбрасываем она не даст корни но сразу за нее потому что он уже наполовину пропал теперь такие более менее плотненькие участки мы опять же как я уже показывала просто берем подламываем держим и он ломается все стараемся сохранить сорт вот такого отростка хватит оставляем теперь второй лист который идет до более старый его можно полностью убрать аккуратно ногтями придерживаем и сломали то же самое с этим листом берем убираем верхней верхней оторвали смотрим здесь ну просто полностью практически пропал стал коричневый это следствие токсикоза так называемого этот может еще успеет укорениться не знаем будем пробовать этому кусочку будем давать шанс это я все стрептокарпусы здорово и нездорово я вот так вот пламываю листочек и получается такого срез вот этот ничем не травмированные сам себе как захотелось так и сломался и подсыхает я сажаю опять же это тоже можно отломать прямо сюда риск большие фрагменты для укоренения делать не стоит потому что но они больше требуют силы энергии проще маленькими вот такими укоренять так мы отломали этот этот можно разделить еще на один на два фрагмента все теперь вот это подчищаем так теперь кладем фрагменты сушиться так подсыхать немножко оставшийся черенок осматриваем на предмет что там у нас есть так смотрим здесь немножко ногтями подшкребаем смотрим все ли там целое но сам ствол не пострадал вовремя успели вовремя корешок этот вот он и не белые не коричневого нормального цвета ну что есть очень коричневый это значит они уже пропали а этот еще держится и это тоже нормальный все вот в таком вот состоянии можно положить чтобы немножко полежал буквально ну 10 максимум 15 минут пока мы с вами готовим тару для укоренения так стриптокарпус был вот таком горшке этот отросток я буду садить в маленький стаканчик прошло у нас время землю я сделала немножко влажновато все корешки которые целые мы пускаем вниз так подсыпаем торф и все опять же смотрим точка роста чтобы у нас нигде не делась в землю мы полностью поменяли тару поменяли мы ставим в тепличке всю эту красоту вместе с укореняющимися листиками и ведем наблюдение по необходимости нужно полить так посмотреть проверить и если вдруг что-то опять не понравится значит нужно забираться опять сюда и убирать оставшиеся корни которые почему смотреть сразу корневую потому что может быть не всю не все корни которые дали некачественные мы убрали поэтому нужно опять же наблюдать наблюдать мы наблюдать опять же повторюсь я не кладу пенопласт на дно горшка я не делаю дренажных отверстий потому что ну как бы я уверена в своем поливе в своей руке я уже как бы так сказать набила руку если вы сомневаетесь конечно нужно сделать дренажное отверстие пенопласт не нужен нужно учиться поливать да ссылку под роликом посмотрите почему пенопласт бесполезен по моему мнению и почему многие от него отказываются и просто нету смысла до тратить свое время на применение пенопласта конечно же обязательно когда идет загнивание корневой мы должны с вами пролить каким-нибудь фунгицидом какой есть у вас под рукой конечно лучше же полить привикуром потому что он действует он проверенный мной проверенный годами я говорю о то что я знаю что сработает и действует поэтому это самое важное да если мы хотим сохранить сорт конечно же снимаем часть листьев ставим укореняться чтобы сохранился опять же сорт часть листьев снимаем для того чтобы у нас уменьшилась нагрузка на корневую которая нарастает новое конечно же наблюдаем наблюдаем еще раз наблюдаем когда больше когда черенок будет видно что он укоренился на отрасли новые корни тепличку можно снять можно закалять можно нет но опять же наблюдать в дальнейшем стараться не пересушивать стрипта карпуса и теперь же сушили поливать по чуть-чуть ну и конечно же проверять торф перед посадкой на его качество независимо независимо от того купили вы к примеру новый торф или купили новую марку все равно нужно проверять потому что если вы будете уверены в качестве торфа то соответственно и растение будет себя хорошо чувствовать и отлично расти следующий момент обязательно поливаем по мере необходимости не заливаем не заливая и не пересушиваем это основное требование к стрипта карпусом к их поливу и конечно же самое основное это ни в коем случае нельзя пересаживать стрипта карпус с маленькой корневой системой в большую тару если у вас возникли вопросы прошу вас оставляйте свои комментарии буду по возможности отвечать спасибо вам за просмотр красивых цветов хорошего настроения до свидания